Попробую, если не получится, так не получится, ставим на старт. Всем привет, меня зовут Глеб и на улице уже октябрь, а это означает, что все меньше и меньше времени остается до зимних холодов. В этом ролике я помогу вам уберечь свой девайс и продлить его срок службы в это непростое зимнее холодное время. Погнали! Совет номер один. Самым главным моментом в использовании девайса зимой является подбор жидкости. Чем холоднее окружающая среда, тем гуще становится ваша жидкость. Она не превращается в лед, просто становится похожей на кисель. Из-за этого жидкость испаряется быстрее, чем успевает пропитать хлопок. И поэтому мы получаем пренеприятнейший вкус Гарри. Для того, чтобы этого избежать, просто перейдите на жидкость с меньшим содержанием глицерина. Если вы парите на обычных баках, то перейдите на жидкость 60% и меньше глицерина. Если парите на подсистемах, парьте 50% и меньше процентов глицерина. Совет номер два. Вы уже перешли на жидкость с меньшим содержанием глицерина, но все еще чувствуете этот неприятный привкус Гарри. Значит, ваша жидкость все равно немного подмерзает. Для того, чтобы этого избежать, нужно просто хранить ваш девайс в тепле. Я рекомендую класть его во внутренний карман куртки, поскольку вы будете согревать его теплом собственного тела. Также стоит помнить, что если на улице очень холодно, то не стоит делать частые затяжки, поскольку жидкость будет не успевать пропитывать ваш испаритель, и тем самым он придет в негодность. Совет номер три. Этот совет относится к людям, которые парят мощные девайсы. Если на улице низкая температура, то у вас есть все шансы подхватить простуду, поскольку вы вдыхаете очень много холодного воздуха. В такой ситуации я рекомендую немножко перетерпеть и попарить в теплом месте. Либо же приобрести себе небольшую постсистему и наслаждаться небольшими дозами никотина. Любвеобильный хлеб. Совет номер четыре. Бывает такое, что только заряженный аккумулятор при парении на улице садится в раз и так два быстрее, чем обычно. Это связано с тем, что холод очень негативно сказывается на аккумуляторной части вашего девайса. Поэтому вспоминаем второй совет, кладем девайс в теплое место, и таким образом сохраняем жизнь не только аккумулятору, но и испарителю, либо хлопку. Совет номер пять. Не пользуйтесь металлическими дриптипами. Все мы с детства знаем, что будет, если любой частью рта коснуться холодного металлического предмета. Мы можем к нему примерзнуть, поэтому я рекомендую вам приобрести себе акриловый, пластиковый, деревянный. В общем, любой дриптип, но сделанный не из металла. Я надеюсь, что мои пять советов помогут вам уберечь собственный девайс этой холодной зимой. Спасибо за просмотр. С вами был Глеб и сигарет нет. И до встречи на нашем канале. До встречи на канале.